Всем большой привет! Я решила сегодняшний влог начать с демонстрации своего свитера. Я не знаю, видно вам или нет, на черном фоне, вот на черном свитере, здесь у меня ромбы. Это довольно-таки старая уже вещь, да, я ее вязала, этот свитерок, ну, очень давно. По-моему, Данька только родился или еще не родился, сыну моему 4 года. Ну, в общем, около 4 лет этому свитеру точно есть. Он связан у меня из пряжи Ализе Кашмира. Ушло на него, ну, совсем что-то немного, около 3 моточков. Пряжа приятная, не колючая и очень теплая, потому что это настоящая шерсть. Это не Кашемир, конечно же, да. Это просто такое название Ализе Кашмира, но на самом деле это чистая шерсть. Довольно-таки тоненькая, по-моему, 350 метров в 100 граммах. Ну, вот, 300 грамм у меня ушло примерно на это изделие. Я вязала его снизу вверх. Тут итальянский набор у меня. Вот такой вот интересный узор, красивый. Мне он очень нравится. Даже вот на черном фоне сейчас я вижу, да, что видео хорошо передает. По рукаву у меня также пущен элемент. Рукава удлиненная. И здесь я переходила на погон. Знаете, в то время я вообще вязала без, даже, ни в книгах не читала, ни в видео не смотрела, как вяжется реглан погон. Но я вывела, я вам сейчас покажу. И я вывела вот так вот сюда, перешла потом в лицевые петли. И вот таким вот образом до самого конца я вывела вот эти вот рукавчики. Просто как вязалась, так и вязала. И знаете, очень классно получилось. Этот свитер тоже у меня тут с небольшим росточком. Но его практически незаметно. Там, наверное, вообще пару разворотов. Но насколько он теплый и комфортный. Вот сейчас именно пришла к нам зима. Какой на Кубани уже давным-давно не было. Сегодня у нас минус 6. Все замело. Транспорт очень плохо ходит. Дороги не чистят. Ну это так, это наша краснодарская боль. В общем, край не подготовлен просто к такому объему снега. И многие остаются дома в это время. Потому что и машины не могут выехать. Ну, в общем-то, и холодно достаточно на улице. Обещают вот эти крещенские морозы до минус 19. Ну, местами, да, до минус 17. Днем, в принципе, комфортная для меня, для якутянки температура. Минус 5, минус 6. Это, ну, просто кайф погулять по снегу с таким легким морозцем. Так вот, я выгуливаю сейчас свои самые теплые свитера и шапки. Я даже надеваю колготки под брюки, под джинсы. Да, это впервые за три года. Поэтому как раз время вязаных изделий. И я достала свой черный свитер. Я думала, что вообще его потеряла уже, но нет. Достала. Но единственное, что я хочу сказать, что к нему очень все липнет. Вот такая вот пряжа, она матовая, да. Матовая. Вы видите, что к ней липнет очень много всего. Я почистила как могла, но все равно, все равно к ней что-то прилипает, что-то остается. Просто это видно, конечно, только вблизи. Вот так вот, да, извлекаю. В принципе, не видно. И мне нравится форма, мне нравится тепло. И мне очень нравится узор красивейший. Просто нужно было посветлее пряжу взять. Может быть, там коричневую, бежевую, какую-то белую. И тогда это было бы все вообще идеально. То есть на черном, конечно, все это видно. В общем, кто еще не вязал из лизе кашмиры, обратите внимание. Потому что пряжа, ну, она не самая бюджетная, да, из всех таких вот, из такого уровня пряжи. Но подешевле, чем некоторые производители. В общем, похвасталась. А теперь смотрим дальше мой влог. Всем большой привет. Вот она, моя новая шапочка готова. Я вязала в две нити. Из пряжи Селена, троицкая фабрика. На спицах номер 4. Вязала на 64 петлях. Сначала мне показалось, что немножко узковато, плотновато. Но после стирки все просто идеально. Пряжа немножко растягивается и в ту, и в другую сторону. В общем, все как нужно. Макушка здесь у меня на 8 клиньев. Ну, 64 я просто на 8 разделила. И закрыла вот таким вот образом. И предполагается помпон к ней. Сегодня, наверное, я заберу. Постараюсь. Вайлбрис я заказывала два помпончика. Это один искусственный мех, но он больше по цвету подходит. А второй натуральный. Енот. Вот. Я, наверное, шапочку с собой возьму, примерю. И тот, и другой помпон выберу. Но можно носить и без помпона, потому что форма, ну, такая классическая. В принципе, чуточку может быть удлиненная. Не совсем прям плотно по голове сидит, да. Ну, и здесь тоже у нас край ничем не ограничен. То есть, его можно подвернуть немножко. Вот. Как лицевая гладь подворачивается. Можно развернуть. Обычная шапочка такая получилась. Бинни даже, можно сказать. И вчера еще, знаете, я начала новый проект. Абсолютно новый. Который не предполагала. Даже до вчерашнего дня. Я его показывать вам не буду. На самом деле, я уже пару месяцев назад вступила в проект «Зимние секреты». Как вы понимаете, это секретная вещь. Я очень надеюсь, что я успею. И если не успею, то я все равно выпущу видео. Покажу, что там у меня будет. Но это просто что-то невероятное, честное слово. Я такого еще не вязала. Вот. Суть проекта в том, что мы вяжем и показываем. Ну, там всю суть я не буду рассказывать. Но показываем мы 1 февраля. Выкладываем видео. Так что, я надеюсь, что успею и буду вязать. Итак, я выбрала все-таки искусственный помпон. Потому что тот, ну, совсем не подходил по цвету. А этот прям вот. Вот такой. Мне кажется, очень симпатичный. Он такой ровненький весь. Пушистый, сразу красивый. Енотовый какой-то был помятый на одну сторону. И не факт, что он распрямится и будет одинаковый со всех сторон. Равномерный. А этот вот, посмотрите, какой классный. Мне кажется, очень красиво. Да, еще заказывала я костюм такого цвета. Мокка, спортивный. Думала, что все буду носить вместе. Костюм, шапочка. Но нет. Костюм вообще неудачный. Очень толстый. Прям такой теплый. Какой-то слишком облегающий. И такое не люблю. Вот. Так что шапочка есть. Костюма нет пока. Но ничего. Все впереди. Я еще найду свой костюм. Вот. Ну и шапку еще, может быть, какую-нибудь съезжу до конца зимы. Всем привет. Делаю сегодня небольшое включение. Сегодня один из тех дней, когда мне удается немного повязать. Вчера целый день у меня выпал просто из вязальной жизни. По делам не удалось мне повязать. Но я забрала помпончик. Он такой классный. Помпон. Я заказывала на ваннбрис. Я вам оставлю ссылочку. Ну, вообще у них вот такая вот визитка там лежала. Называется помпон фотофон. Вот. И это искусственный помпон. Но он такой классный. И он мягчайший. Он прям вот как натуральный. Даже лучше, чем натуральный. Я же вам говорила, что я получила енотовый. И он мне не очень понравился. Где-то там больше, где-то меньше он какой-то весь. Я смотрю, все равно он не распушится равномерно. В итоге я выбрала... Ну и по цвету он не подошел. А этот, как вы видите, ну просто вообще супер. Он не сливается совершенно с пряжей. Где-то внутри он такой же. А снаружи он немножко такой рыжеватый. Сейчас я померяю шапочку. И у нас так снежно, так влажно. В Краснодаре это вообще такая зима. Впервые. Вот, смотрите, год жизни. В общем, мне кажется, что прикольно смотрится. Так стильненько. Как вы думаете? Я так рада, что я перевязала шапку. Ну реально, да. Вот первый вариант с отворотом. Полупатентной резинкой. Совершенно мне не шел. А это вот не делает мою голову какой-то квадратной. В общем, все так, как я хочу. Так что иногда, в моем случае, почему-то довольно-таки часто. Чем проще, тем лучше. Вот. Вот как-то так. А по поводу помпонов. Кто-то говорит и считает, что они идут только детям. Не знаю. Мне кажется, ну лет до 80. Ну ладно. До 59. Почему бы и нет? Вообще, это зависит, наверное, даже не от возраста, а от стиля одежды, да. Конечно, нужно, соответственно, дальше одеваться там. Не знаю. Пальто, пуховик, какие-то ботинки. Ну, в общем, все нужно подбирать. Как считаете? Помпон только для детей? Или вы тоже носите? Не нравится. Там пакет у меня на шкафу, если вы заметили. Я вообще в последнее время не люблю, когда кто-то на шкафах лежит. Но там прячется подарок для моей дочери от папы. Он передал, чтобы я его спрятала. У нее день рождения 1 февраля. В общем, до 1 февраля будет к там подарочек лежать. Все, шапка готова. Я очень довольна. Привет. Долго думала, как же вам показать на себе. Или разложив. Но в итоге решила показать на себе. У меня очередная примерка. Вот так вот выглядит на данный момент мой белый свитер. И с рукавом я уже закончила с убавками. Буду вязать ровно. Мне кажется, достаточно вот такой ширины. Здесь у меня длины еще недостаточно. Но я остановилась только потому, что я боюсь, что не хватит пряжи. И сейчас я свяжу сначала рукава. А потом уже закончу с телом свитера. Я не хочу его делать слишком длинным. Но все-таки, да, еще нужно довязать. Мне очень нравится, как сидит. Здесь я делала прибавки так, как мне вздумается. То есть я даже не записывала. И вообще поэтому свитера записи нет. Так что просто для вдохновения. Всем привет. Не удивляйтесь. Я сегодня в шапке вещаю. Я хочу вам показать все свои шапки, которые я сейчас ношу. Ну, во-первых, это та, которую я связала. Я ее носила до того времени, пока не стукнуло минус 12. Сегодня у нас именно такая температура. Погода такой. Не видала Кубань с 2013 года. И это действительно мороз. Поэтому в такой холод в шапочке, вот в этой я замерзаю. Поэтому она, конечно же, классная. Мне очень нравится. Я так рада, что я перевязала. Что я не стала оставлять вот тот ужас, который был из полупатентной резинки. Оставлю ссылочку в видео. И я очень рада, что решила взять ее с помпоном. Она классная. Она мне очень нравится. Слушайте, хочу вам показать шапки. И глянула, а не все с помпонами. Нет, не все. Но половина больше. Итак, вот эта вот молочная шапочка с помпоном. Из пряжи Селена Троицкой. Мой фаворит на сегодняшний день. Пока не стукнули морозы. Также я покажу вам старенькую свою шапочку. Которую я вязала очень давно. Ну, года три, наверное, назад. Или больше. В общем, вот она. Она связана у меня из пряжи Спагетти от Nako. Такая толстенькая пряжа. Это шапка с подкладом. Она выглядит вот так. Это одна из моих любимейших шапок. Несмотря на то, что она сидит по голове, как сейчас. Не очень модно, да. Но вот именно ее форма, она мне кажется, что идет. И вот этот большой такой помпон придает ей озорную такую нотку. Молодежную, стильную, современную. В общем, мне кажется, что такая шапочка и под пальто, и под шубу, и под пуховик подойдет, наверное, большинству лиц. Я имею ввиду форму лица. Так, убираем. Еще покажу вам две шапочки, которые без помпона. И в конце покажу, которые я сейчас ношу. Это шапка из Ангоры, Rabbit. Вот такая вот она. Вот, знаете, все в ней прекрасно. И пушистость ее, и форма. В принципе, все замечательно. Она двойная. Там внутри у меня пряжа Drops North. Единственное, что у меня вот постоянные какие-то проблемы с макушкой. Вот была бы она чуточку пожестче, да, побольше держала форму, цены бы ей не было. А так я постоянно мучаюсь с макушкой, куда ее сложить и как ее поставить. Но, в принципе, я эту шапочку люблю. И у меня даже бабушка одна как-то спросила, где купить такую шапку. Я сказала, что я связала ее сама. Она говорит, какая классная шапочка, где такую купить? Вот, представляете? Так что бабушки знают толк в шапках. Она очень приятная и очень мне нравится. Также я ношу с удовольствием вот эту шапку бордовую. Какая-то гидифра, не помню точно. А что у меня уже было видео на канале обо всех моих шапках. И вот там точно есть название и, возможно, даже фото этой пряжи. Здесь у меня внутри кашмира от Alize. Та, из которой я вязала свитер черный. Вот остатки я сюда использовала. Поэтому шапочка тоже тепленькая. И вот она как-то то ли побольше размером, то ли что. Вот с ней проще совладать. Не знаю. То есть ее как-то положила и вот она вот так вот и лежит. Но не стоит ни та, ни другая. То есть она сейчас стоит. Вот так вот макушка, да. Но когда ты в ней ходишь, она все равно прогибается туда. В общем, имейте в виду, если вы вяжете такие шапки, то нужно хотя бы внутренний подклад вязать из пряжи более плотно. Более мелким размером спиц, что ли. Ну вот эта шапка мне тоже очень нравится. Я ее с удовольствием ношу. И последняя шапка, это мой фаворит на сегодняшний день. Потому что она очень теплая, но и красивая. Это пряжа норка черного цвета, очень пушистая, красивая. Связана тоже лицевой гладью, как и все мои шапки. Как и все мои любимые шапки. С таким же помпоном коричневым. И внутри у нее Alize Lana Gold черного цвета. Потому что, ну, соответственно, мне не хватило одного мотка. И оказалось, что это лучшее решение. Потому что шапка стала супер зимней и теплой. Единственное, что я набрала на нее слишком много петель внутри. И теперь вот у меня проблема. Я и хотела перевязать в этом году, но почему-то не получилось. Руки не дошли, уже зима наступила. Я укладываю. Укладываю. Вот прежде чем надеть, я вот так вот раскладываю там вот это все. Чтобы не было каких-то складок, надеваю шапку. Вот она, как видите, за счет того, что пряжа внутри толстенькая Alize Lana Gold, она держит форму. И, может быть, все-таки это плюс, что там много ткани. Потому что она держит форму очень классно. Она прям вот такая стоячая получается. Удлиняющее лицо. Ну и такая стильненькая, мне кажется. И тоже подходит подо все. Под пальто, правда, под серое я не ношу. Но, во-первых, она и теплая зимняя. Под пуховик и под шубу отлично подходит эта шапочка. И она теплая. Люди надевают капюшоны сверху, потому что замерзают. Я стою спокойно, у меня они мерзнут. Уши не продувают. И вообще ничего не мерзнет. Голова не мерзнет. Вот. Это набор шапок на эту зиму мою. И на весну я хочу... Ну, у меня есть еще другие шапочки, которые я просто иногда ношу, иногда не ношу. Вот. Шапка в клетку. Шапка... Ну, в общем, все остальные мои шапки. Я их иногда ношу, но это не мои фавориты. Вот. То, что я показала, это то, к чему лежит у меня душа. Но все-таки я свою идеальную шапку, как сказала Оля, да, из канала Северного вязания, еще не нашла, не связала. Поэтому все впереди. Шапок будет много еще на моем канале. А на этом я свой влог закончу. Потому что ничего больше я не могу вам показать. Не скажу, что не связала. Связала кое-что еще, точнее, в процессе. Но это секретный проект. Поэтому показывать я его не могу, не имею права. Он очень классный. Я в восторге. Я думаю, что вам тоже понравится. Так что ждите. 1 февраля будет видео, в котором я покажу, что же я такое тайное вязала. Вот. Ну и белый свитер тоже. Я надеюсь, что когда-то довяжу. На этом заканчиваю. Всего доброго. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...